Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 понятное дело вытащили. Соответственно, я общался даже с руководителями некоторых бригад спасательных. Просто как бы хотелось понять досконально все, что происходило. С медработниками разговаривал из Еревана, которым привозили людей из Ленина Кана. И как-то пропитывался этим. Ну, безусловно, сложно слушать, но это все равно часть работы. И это надо было сделать, чтобы потом достоверно воспроизводить кино. То есть, мне, конечно, тяжело это представить, но я думаю, что эти люди герои. Первый день, когда я пришел на площадку, я почти пережил то, что когда в первый раз вошел Ленин на камеру. Если можно, ну, отбросить в сторону, вот, поточнее оставить в сторону трагедии, все сделано просто здорово. Работа художников, работа декораторов, работа режиссерской группы, операторской группы. Вообще, вот, все службы, они просто работают, ну, не знаю, на отлично. Помню первое свое ощущение, когда приехал. Конечно, это впечатляет. Впечатляет просто такой энергетикой, все, ты понимаешь, сколько, сколько вложено здесь труда. Потихонечку, за несколько месяцев мы воссоздали объем. Это было сложно, потому что, ну, во-первых, это надо придумать, спроектировать, чтобы это же еще не рухнуло, чтобы это было безопасно, потому что там люди. Но, слава богу, там, люди талантливые, это все, ну, случилось. На мой взгляд, это масштабно, потому что я знаю немного российских фильмов, да и вообще, там, я не знаю, и советских, может быть, где люди могут построить 15 декораций, там, несколько улиц, снимать в двух странах, снимать в павильоне, то есть еще и делать компьютерную графику, потому что все равно где-то мы будем достраивать общие планы города, пролеты над городом. То есть мы хотим, чтобы был там Ленинакан и до землетрясений, и после, и опять же, мы опираемся там на хронику, чтобы все это выглядело достоверно. То есть мы не можем нарисовать здания, которые придут нам в голову. Это должна быть правда. Это очень важно, когда, знаете, вот каждый человек в массовке, 200-300 человек. Ты видишь, насколько он точно существует. Конечно, у нас все непросто, и грязно, и холодно, да, и все. И люди чистами находятся. И это, конечно, это очень чувствуется. Очень чувствуется. На самом деле сложно всем. Не только мне, но и... Потому что я не один делаю кино, у нас там 100 человек. И понятное дело, что и от костюмеров, заканчивая вторым режиссером, мы все в это погружались, и все слушали людей. И, безусловно, даже когда мы снимаем сцены, драматические, то тяжело сдержать слезы. Не знаю, мне кажется, что фильм будет тяжелый. Очень сложно будет смотреть вообще, в том числе, а армянам я не представляю, как смотреть. Но, как мы говорим с режиссером, с Ариком, да, что только так нужно этот фильм снимать. Просто только так. Иначе, ну, другого смысла вообще нет. Я вижу, как, ну, вот, вся группа, в том числе актеры, да, вот, они не жалеют в этом смысле себя. Я думаю, что вот в нашем фильме можно только так. Ответственность я чувствую на том уровне, что я хочу, чтобы все было настолько, во-первых, достоверно, и я хочу, чтобы была правда. Ну, в том плане, что мне важно, чтобы ни один армянин, в первую очередь, не упрекнул меня в том, что я что-то сочинил. Либо я придал этому какую-то излишнюю художественность, либо как-то, я не знаю, романтизировал, либо что-то еще. Там все герои, которые армяне, мне кажется, что они настолько, ну, настоящие армяне, то есть они близки. Ни у кого не возникнет каких-то, то есть дистанции не будет с ними, как с героями. То есть это будут свои люди, которые, ну, которые вот оттуда, там, с того времени, и там, я знаю, это такие соседи, друзья, братья. Это не фильм о смерти, не только о том, как она ужасная и вообще отвратительная, страшна, а все-таки фильм о том, как прекрасна человеческая жизнь, жизнь, насколько она бесценна, насколько мы должны об этом думать, этим дорожить, и не терять, не терять вот это наше чувство супереживания. У нас получится фильм достойный своего названия. Наверное, не так много историй, которые можно вот рассказать, настолько значимы. «Пока ты меня любишь, я буду жить всегда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова